Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Две тысячи военнослужащих, двадцать семь боевых машин и более сотни тысяч участников бессмертного полка. Как в Самаре отметили День Победы. Сохранить память для потомков. В Самаре открыли памятник герою Советского Союза Владимиру Чудайкину. Новое звучание. Студенты, преподаватели Самарского института культуры и музыканты духового оркестра вместе исполнили известные песни военных лет в дирижабле. Главное событие мая для всей страны – Парад Победы. Первый за два года – очный бессмертный полк и традиционное возложение цветов на площади Славы к мемориалу павшим солдатам. Так в Самаре прошло 9 мая. О всех событиях в деталях расскажем в нашем репортаже. Более двух тысяч военнослужащих, двадцать семь единиц техники в составе механизированной колонны. Так в Самаре встретили парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главное событие мая для всей страны – Парад Победы – начался с традиционного прохода военнослужащих из разных соединений частей Министерства обороны России. По площади прошли 28 парадных расчетов. По традиции с трибуны к военнослужащим и самарцам обратился губернатор Дмитрий Азаров. 9 мая – священная для каждого из нас дата. День, который отвлекается в сердце радостью и болью. Борь и чудесистых потерь и великой гордостью. За силу, мужество и стойкость героического поколения победителей. После прохода войск на площадь Куйбышева вышла техника. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Этот макет создали специально для участия в реконструкциях различных исторических событий. Следом прошли современные образцы вооружения. Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А. После проезда современной бронетехники на площадь выехали 62 ретро-образца. Таких машин было изготовлено всего 36 штук. И один экземпляр мы видим сейчас на площади. Сразу после военного парада стартовал «Бессмертный полк». В очном формате впервые за два года. С 2020-го из-за ковидных ограничений акция проходила в онлайн-режиме. В этот раз количество желающих присоединиться было огромное. По всей Самарской области приняли участие более 170 тысяч человек, в том числе и первые лица региона. Торжественная часть завершилась традиционным возложением цветов к мемориалу на площади Славы. В память о погибших героях Отечества. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События. Для ветеранов, которые 9 мая не могут присутствовать на площади Куйбышева по состоянию здоровья, традиционно проходят мини-парады во дворах. Военнослужащие исполняют композиции военных лет прямо под окнами героев. Эта акция стала популярна во всей стране, но зародилась именно в Самарской области 7 мая 2019 года, когда сводные оркестры парадной расчеты после генеральной репетиции Парада Победы на площади Куйбышева впервые отправились к домам ветеранов. Губернатор Дмитрий Азаров наградил почетной грамотой Магомеда Саидова, инициатора движения «Мини-парад для каждого ветерана». В Самаре на аллее в Парке Победы открыли памятник герою Советского Союза Владимиру Чудайкину. В торжественной презентации скульптуры участвовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, а также председатель гордумы Алексей Дегтев, представители общественной организации ветеранов и юно-армейцы. Подробности в нашем материале. С первых дней Великой Отечественной войны Владимир Иванович Чудайкин стремился попасть на фронт, но работников завода не брали. И только в апреле 44-го ему удалось вступить в ряды действующей армии. В ноябре после окончания курсов он попал на фронт в 9-й танковый корпус и служил заряжающим в танке 23-й бригады. Владимир Чудайкин известен соотечественникам по многим подвигам, включая трудовые. 1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника в здании Рейхстага, обеспечивая атаку пехоты. Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой. Обеспечивая огнем своего танка продвижение советских солдат. Участвовал в ужесточенных боях по освобождению Польши, форсировании Одера и, конечно же, прославил свое имя в ходе заключительной берлинской операции. Подвиги Владимира Ивановича мы все знаем и сегодня нам об этом еще раз не лишний раз напомнили. После войны Владимир Иванович пришел работать на Куйбышевский металлургический завод имени Ленина, где трудился около 40 лет, общий трудовой стаж 56 лет. Помимо боевых наград удостоен почетного знака Самарской губернской думы за служение закону, почетного знака думы городского округа Самара за заслуги перед городским сообществом. Кроме того, Владимир Чудайкин являлся председателем Совета Кировского района общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Самара. Он ушел в 2020-м на 96-м году жизни. Памятник установлен в парке Победы и это совершенно правильно и справедливо. Он действительно победитель. И я рада тому, что любой, кто находится в этом парке, любой горожанин, любой гость нашего города сможет в любое время пройти мимо Владимира Ивановича Чудайкина, поздороваться с ним и сказать ему спасибо огромное за наше мирное небо. Автором бюста Владимира Чудайкина стал московский скульптор Карен Саркисов. Его работы знают многие самарцы. Памятники Григорию Засекину, Петру Алабину, Дмитрию Козлову и Елене Шпаковой. Монументальные работы Карена Саркисова установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Новокуйбышевске, Тольятти и других городах. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В память о героях современной истории. На здании Самарской школы номер 72 появился мурал в честь подвига выпускника, летчика Руслана Руднева. Полковник погиб, исполняя свой служебный и гражданский долг. Открыли памятный мурал губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детали в нашем репортаже. Самарскую школу номер 72 Руслан Руднев окончил в 98-м году. После учебы поступил в Качинское высшее летное военное училище. Летчик-штурмовик, полковник, командир воинской части Руслан Руднев служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО Вооруженных сил Российской Федерации. Погиб на территории Донбасса. В память о подвиге Руслана на здании его родной школы появился мурал в напоминании будущим поколениям о героизме наших соотечественников. Вечная слава павшим героям. Я уверен, что здесь, на Самарской земле, память о Руслане Игоревиче Рудневе будет сохранена всегда. На торжественном открытии мурала брат летчика прочитал стих о его друге и Руслане Игоревиче, которые вместе служили и боролись с нацизмом. Не плачьте обо мне, ведь я летаю в небе с командиром. Ведущий он, а я иду за ним. Мы жизни отдали, чтоб дети наши жили. Там вырастут они без нас теперь. Не плачьте обо мне, я жил достойно. О многом я мечтал и многое успел. Служил в стране и долг отдал ей крови. Но жизни я без неба не хотел. Указом президента Руслан Руднев посмертно награжден орденом мужества. Летчику было 40 лет. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. 15-я отдельная мотострелковая бригада, которая базируется в Рощинском под Самарой, стала гвардейской. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Почетное звание, согласно указу, присвоено бригаде за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленный личным составом в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов. 15-я мотострелковая бригада является единственным миротворческим соединением в составе Вооруженных сил России. Общественники и активисты Самары вместе с городским департаментом хозяйства высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны. Аллея «Лип» появилась в районе Самарского стадиона. За посадкой наблюдала Светлана Кудрявцева. В память о прошлом с заботой о будущем в Самаре высадили аллею «Лип». Она стала продолжением сада памяти, который появился в районе футбольного стадиона два года назад в память о героях Великой Отечественной войны. К 75-летию победы администрация города организовала акцию. И вот на этой территории, около озера, у стадиона-арены мы посадили, заложили, скажем так, сад памяти. Мы посадили хвойных деревьев, каштаны, липы. И сегодня, вот в преддверии праздника, мы решили, департамент городского хозяйства, администрация города продолжить, скажем так, эту акцию и на этой же территории досадить липы. В акции приняли участие как сотрудники городского департамента хозяйства, так и общественники, неравнодушные жители города. Скорее всего, по зову сердца. Мы сажали деревья, это же вообще свято. Каждый мужчина, да и каждый человек, наверное, должен выполнить, как всегда говорят, три действия. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Вот мы уже и сыновья есть, и дома есть, а вот деревья можно сажать беспредельно. И чем больше мы их посадим, тем краше и лучше будет наш край. Сажать деревья помогало и молодое поколение. Мы сажаем деревья для героев Великой Отечественной войны. Мы их чтим, уважаем и помним за мирное небо над головой. Однако сад – это не только память о прошлых победах и утратах, но и вклад в счастливое будущее молодого поколения, считают участники акции. То, что останется после нас, это нам во благо. В одном из высказываний пророка нашего, он говорится, что когда человек уходит из жизни, его книга идея не закроется. Но не закроется у людей, которые сделали благое дело во имя общества. К примеру, построили храм, сделали какое-то учебное заведение, мост сделали, колодец выкопали, дерево посадили для всеобщего пользования. И пока существуют плоды его труда, будет писаться ему награда. Будет цветение привлекать внимание людей. Птички найдут свой дом в этом, какие-то птички и еду в этом месте найдут. Так что мы сегодня не только сад памяти сажаем, но мы сегодня эколого-патриотическую работу проводим. Два года назад на территории высадили 750 деревьев. Липа, береза, сосны и каштаны вместе создают форму крыла знаменитого штурмовика Ил-2, который в годы Великой Отечественной войны выпускали в Куйбышеве. В следующем году организаторы и участники пообещали продолжить традицию. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. В Самаре идет подготовка к 30-му юбилейному фестивалю «Российская студенческая весна-2022». Юбилейный фестиваль пройдет с 18 по 24 мая на нескольких городских площадках. Возле них появляются новые тапиарные и декоративные фигуры, а также проводится дополнительное озеленение и высадка цветов. Из чего сделаны новые фигуры, расскажут наши корреспонденты. Новая ладья запущена в плавание в сквере возле КРЦ «Звезда», где будут проходить региональные программы 30-го фестиваля «Российская студенческая весна». А новая фигура корабля станет не просто арт-объектом. Данная скульптура, которая сейчас устанавливается, она многофункциональна. То есть она является не только арт-объектом, возле которого можно сделать красивые селфи, но и также является такой своеобразной декоративной скамейкой, на которую можно присесть и тоже, соответственно, отдохнуть. Конструкция из металлокаркаса и стеклокомпозита очень прочная и может выдержать большое количество желающих одновременно сфотографироваться. Все материалы, использованные в производстве, помогут конструкции быть устойчивой к различным погодным условиям. Основание мощное, то есть цемент мы используем, высокопрочный также. Также мы используем краску дорогую и плюс лак очень дорогой у нас. То есть она простоит много-много лет. Всего таких новых фигур в городе будет шесть в виде ладьи, палитры, жемчужины и хоровода. Установят их не только в локациях проведения фестиваля, но и на туристических маршрутах. Например, на площади Куйбышева и на улице Молодогвардейской. Кроме того, в городе появились восемь декоративных шаров с символикой российской студенческой весны. Также самарцы и гости города могут увидеть баннеры и растяжки, на которых есть информация о прошлых студенческих веснах и об истории Самары. И пускай студенческая весна начнется только через неделю, уже сейчас город начинает наполняться яркими красками фестиваля. Оформляются конкурсные площадки, объекты размещения. Можно наблюдать разные арт-объекты на улицах и в парках нашего города. Для того, чтобы каждый житель смог почувствовать себя частью этого фестиваля. Характеристики топиарных скульптур позволяют эксплуатировать их длительное время. После того, как завершится российская студенческая весна, композиции до конца летнего сезона продолжат радовать взоры самарцев и гостей регионального центра. Там, где это возможно, их оставят и на зимний период. А в тех местах, где они будут мешать снегоуборочным работам, их уберут до следующего теплого сезона. Важной частью украшения города станут и озелененные территории. Специалисты занимаются устройством цветников. Из 38 тысяч квадратных метров сезонных клумб специально к фестивалю оформляют 7 тысяч квадратных метров. В основном цветники заполняют растениями в горшках, которые уже находятся в стадии цветения. Также идет установка вертикальных мобильных конструкций. Из более чем тысячи – 112 новых. А в Алексеевском питомнике муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» специально вырастили 100 туй. Все они уже переехали в Самару. Несколько таких растений в вазонах обрамляют и топиарную скульптуру ладья. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. В Самаре к 2030-40 году могут появиться парки и скверы по новому генплану, который был утвержден в апреле текущего года. Например, в Куйбышевском районе к 2040 году планируется построить гидропарк площадью 1200 гектаров в границах улиц Саратовской, Тамбовской, Хасановской и Саратовского переулка. В промышленном районе может появиться новый бульвар от улицы Георгия Димитрова до улицы Ташкентской. Также в этом районе планируют построить парк, территория которого займет 8 гектаров. Еще одно пространство для отдыха возведут в Красноглинском районе возле поселков Красная Глинка и Управленческий. На улице Полевой в Октябрьском районе построят парковую площадку, а у дома 164А по улице Новосадовой может появиться многофункциональная общественно-деловая зона. Новые скверы могут построить также на улице Полевой и Авроры. Как сделать Самару городом реализованной мечты и собрать воедино самые актуальные стратегии развития? В Самарском университете состоялся семинар развития человеческого потенциала, повышения уровня и качества жизни населения. Его участники обсудили стратегию комплексного развития Самары до 2025 года, коснулись вопросов социальной поддержки населения и улучшения качества городской среды. Тема продолжит Ольга Павлова. Передовой опыт российских городов и лучшие зарубежные практики помогут Самаре шагнуть на несколько ступеней вперед, отмечают те, кто работают над стратегией развития нашего города. Свои предложения по улучшению качества городской среды выносят на обсуждение представителей власти и экспертного сообщества, студенты, предприниматели, ведущие и ученые. На стратегической сессии представлены исследования и предложения по развитию ключевых направлений города, промышленности, государственно-частного партнерства, инвестиционной политики и туризма. Наряду с уже существующими направлениями, это такие как образование и культура, добавляются новые направления. Это демография, это социальная поддержка, развитие человеческого общества. И в процессе обсуждения сегодня мы как раз актуализируем те направления стратегического развития города, которые помогут в дальнейшем всем нам жить лучше. Ранее в конце апреля на базе Самарского университета прошел круглый стол. Он продолжил серию общественных обсуждений по корректировке комплексного развития Самары до 2025 года. В дискуссии приняли участие представители молодого поколения. Студенты рассказали, как они видят город будущего. Они говорили про транспорт, про благоустройство, про спорт, про образование, про молодые семьи. В общем, мнение было достаточно такое многогранное и на самом деле очень точное и важное, потому что это были представители молодежно-существительных структур при государственных органах власти. Они смогли правильно аккумулировать и донести информацию, которая должна быть в стратегии развития города. По мнению научного руководителя Института экономики и управления Самарского университета, Габибулы Хасаева, обновленная стратегия развития города позволит найти место каждому в социально-экономической системе, что в конечном итоге позволит Самаре стать городом реализованной мечты. Ольга Павлова, Константин Головин, События. За сутки в Самарской области зафиксировали 63 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе 382 695. Выздоровели 57 пациентов, а с начала пандемии 373 536 человек. В столице региона продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Проверки идут во всех видах общественного транспорта. В транспорте представители межведомственной комиссии, которая ежедневно проверяет соблюдение масочного режима. Пассажиров без средств защиты органов дыхания могут привлечь к административной ответственности. Представители полиции уполномоченно составлять протоколы об административном правонарушении, которые затем направляют в суд. Размер штрафа до 30 тысяч рублей, а при повторении нарушения до 50 тысяч. Мы призываем всех жителей соблюдать масочный режим, не упорствовать в этом. И надеюсь, что если в дальнейшем так же будет у нас статистика идти, не исключаем, что, наверное, в каком-то, может быть, скором времени будут какие-то приняты новые решения. За прошедшую неделю в суды направили 10 протоколов. Всего с сентября 2020 года оформлено 2002 административных материала, в том числе за текущий год 1023 протокола. В общественном транспорте проверяют и сотрудников транспортных предприятий, которые во время рейсов также обязаны находиться в масках. У нас в транспорте работает служба КРО, контрольно-ревизионная служба, которая проверяет наличие билетов и наличие защитных средств. Если пассажир находится без маски, в культурной форме, ему предлагается надеть это защитное средство. Жители города к правилу ношения масок уже привыкли. Ну, конечно, нужно же слушать руководство, чтобы поменьше заболеваемости было. А я постоянно в маске. И в лифте в маске, и в транспорте в маске. У большинства пассажиров маска с собой, и ее надевают без напоминания. При входе в салон сохранять маску на лице необходимо до конца поездки. Светлана Кудрявцева, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События. Новое звучание. Студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры и музыканты муниципального духового оркестра совместно исполнили известные композиции военных лет. Почему решили объединить классику и эстраду, узнали наши корреспонденты. Коллаборация эстрадного ансамбля, духового оркестра и академического вокала. В дирижабле состоялся концерт «Победа музыка весна». Известные композиции военных лет исполнили студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры и музыканты Самарского концертного духового оркестра. В числе почетных гостей глава города Елена Лапушкина. Идея исполнить известные песни под аккомпанемент оркестра родилась в Институте культуры, поскольку это новый уровень для студентов. Мы сейчас познакомили, окунули, они просто в диком восторге, потому что это музыка, которая насыщена, наполнена интонациями, мелодикой, жизнью, дыханием. Это очень здорово, полезно и хорошо. Очень классно, очень эффектно. Это первый раз, наверное, мы выступаем с духовым оркестром. Очень мощно звучит и все песни мы знаем. Артисты исполнили песни «Смуглянка», «Майский вальс», «Журавли» и многие другие, известные каждому жителю страны с детства. Песни «Победы», «Сама победа» и «Отношение к победе» – это как некий оселок, который в нас, видимо, остается навсегда. И с тем, чтобы не приелась та вещь, которая не должна приедаться, мы должны искать новые формы работы. И я думаю, что мы такую форму нашли. Это первый концерт в новом формате, но артисты не собираются на этом останавливаться и уже разрабатывают новые программы совместных выступлений. Светлана Кудрявцева, Василий Калдашов, События. Эксклюзивный проект телеканала «Самаргиз» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Регистрация идет по телефону 8 846 337 49 27. Сообщает телеграм-канал «Вести» с Дворянской. Телеграм-канал железнодорожного района «Самары» напоминает, что продолжается голосование по выбору приоритетных территорий для благоустройства в следующем году. До 30 мая жители могут выбрать общественные пространства, которые преобразятся по программе формирования комфортной городской среды. Принять участие в голосовании может каждый житель старше 14 лет на странице 63.городсреда.ру через госуслуги или с помощью волонтеров, которые работают в торговых и многофункциональных центрах. Телеграм-канал Кировского района «Самары» пишет, что единый государственный экзамен стартует в школах с 26 мая. В этом году ЕГЭ в регионе будут сдавать 14 тысяч выпускников. На базе образовательных учреждений будут работать 79 пунктов. Телеграм-канал Департамента транспорта сообщил, что ведутся ремонтные работы на пересечении проезда 9 мая и переулка Корякино. Объезд автобусов осуществляется маршрутом номер 70 по улице Советской Армии, улице Промышленности в оба направления. А на этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Продолжение следует...